Кровавые алмазы России уходят с мирового рынка, экономика Беларуси падает вслед за российской, а Лукашенко приказывает разобраться с долгостроями в столице. Чем еще запомнилась эта неделя, смотрите в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко и это передача про деньги, в которой я буду вас знакомить с миром экономики, бизнеса и инвестиций. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши выпуски. Ну а мы начинаем. И начнем мы с главной новости этой недели. США, ЕС и Украина активно обсуждали признание российских алмазов конфликтными. Что это значит для России и для мирового рынка? Для начала разберемся с определением конфликтные. Мировое сообщество называет конфликтными алмазы или другие драгоценные камни, доходы от которых идут на финансирование террористической или другой военной незаконной деятельности. Есть еще и другое название, более понятное – кровавые алмазы, которые четко раскрывают смысл. То есть доходы от продажи этих алмазов идут на убийство и насилие. Обычно этот термин применяют к алмазам из африканских стран, где доходы от добычи алмазов идут на финансирование незаконной повстанческой деятельности. Но вернемся к российским алмазам. Если все же их признают конфликтными, то Россия потеряет доступ на алмазные биржи Бельгии и Израиля, а также, возможно, и потеряет доступ к площадкам в Эмиратах. Кроме того, все российские алмазы отправляются на огранку в Индию и только после огранки продаются как бриллианты. Если такое решение по признанию российских алмазов конфликтными будет принято, Индия будет вынуждена приостановить огранку российских алмазов, до тех пор, пока не будут найдены пути обхода санкций. И это уже станет большой проблемой не только для российских алмазодобытчиков, но и для любителей дорогих ювелирных изделий. На долю России приходится треть мировой добычи алмазов. В случае, если российские камушки окажутся под санкциями, цены на алмазы других производителей значительно повысятся. Что касается России, то для них вопрос признания алмазов конфликтными – это вопрос потери порядка 4,5 млрд долларов ежегодного дохода. Как видим, Европа не оставляет попытки оказать на Россию еще большее экономическое давление, и эти действия приносят результаты. Несмотря на миллиардные доходы России от продажи энергоресурсов, российская экономика по итогам второго квартала показала снижение на 4%. На снижение российского ВВП повлияло снижение оптового и розничного товара оборота на 15% и 9,8% соответственно. Снижение пассажирооборота и грузооборота – минус 5,3%, а также обрабатывающее производство – минус 3,3%. В России, как и в Беларуси, закрыта статистика по экспорту. Но вот что удалось найти на статистических сайтах других стран. США прекратили импорт своих технологий в Россию, и это отразилось на показателях импорта из США, который уже в апреле сократился более чем в 4 раза по сравнению с январем этого года. А вот экспорт в США снизился ненамного всего на 20%. Покупая российскую продукцию, США приносит России порядка 2 млрд долларов ежемесячно. Повторюсь, это данные, которые мне удалось найти в интернете. Возможно, к августу США сократили импорт из России, но пока у нас нет данных для подтверждения. Если посмотреть на объемы торговли ЕС и России, то, по данным Евростата, в денежном выражении они даже выросли, и рост начался как раз с началом войны. Но в действительности такой прирост товарооборота дает не физическое увеличение торговли товарами и услугами между странами, а сильное подорожание ресурсов, от которых ЕС пока не может отказаться. По всем остальным отраслям наблюдается падение физических объемов взаимной торговли. Товарооборот России и Китая за 7 месяцев вырос на 30%, до 100 млрд долларов. Импорт из Китая вырос всего на 5%, а вот экспорт в Китай увеличился на 50%. Россия поставила цель достичь 200 млрд оборота с Китаем. Выглядит вполне достижимо, с учетом результатов 7 месяцев. Китай действует достаточно агрессивно на российском рынке. В прошлом выпуске я рассказывала вам, как Китай вытесняет с российских рынков белорусские грузовики. Но это не единственная ниша, которую может занять китайская техника, вытеснив других конкурентов. С введением санкций против России многие производители электроники, бытовой техники и мобильных телефонов вынуждены были покинуть российский рынок. Самые популярные корейские компании, такие как LG и Samsung, распродают свою технику, которая была на складах. Новый товар они больше не привозят. В отличие от китайского бренда Xiaomi, который обогнал всех на рынке телевизоров России. За покупателей в России решила побороться и главная компания китайского рынка электроники и бытовой техники Hire, которая активно наращивает долю присутствия на рынке. К сожалению, белорусский «Горизонт» и «Витязь» не представлен в крупных торговых сетях России. Телевизоры белорусского производства продаются только в специализированных магазинах. О существовании которых, вероятнее всего, никто и не знает. Белорусская экономика, как глубоко зависимая от России, продолжает тоже свое стремительное падение. По итогам 7 месяцев падение ВВП составило минус 5,2%. Еще раз повторюсь, падение – это не позитивный рост, как это называют белорусские чиновники, не откат – это натуральное падение ВВП в результате проводимой политики Лукашенко. Больше всего дала снижение просадка транспортной отрасли – минус 16% и строительство – минус 13%. Обрабатывающая промышленность упала на 7,5%, а сельское хозяйство – на 9%. Показатели торговли снизились более чем на 9%. Единственная отрасль, дающая положительную динамику – это IT. И то темпы роста в IT значительно сокращаются, а к концу года и вовсе могут приблизиться к нулевым значениям. Строительная отрасль уже несколько лет тянет на дно ВВП нашей страны. И это удивительно, ведь еще 5 лет назад эта отрасль приносила до 10% ВВП и давала рост нашей экономике. Так что же случилось? Во-первых, это рост доли государства в строительстве. Доля неуместно растет с каждым годом. Государство приватизировало буквальным образом все. Государственные компании производят стройматериалы. Государственные компании строят сами, создавая конкуренцию участникам. Государство само устанавливает нормы и правила строительства. И в конце концов, государство является крупнейшим заказчиком. Строительный рынок в Беларуси поделен сейчас приблизительно так. 60% спроса на строительство определяется госзаказами. Оставшаяся часть приходится на частных покупателей, которые, в свою очередь, зависят от политики государства. От этого ведь зависят их доходы и покупательская способность. Строительные работы на 80% в нашей стране выполняются государственными трестами и госкомпаниями. Еще 10% достаются частным застройщикам, получающим преференции от правительства в виде предоставления земель без проведения аукционов, без расходов на расселение и строительство инфраструктуры. И последние 10% достаются частным застройщикам, пытающимся работать на общих условиях. Регулирование отрасли занимается государство, то есть именно белорусские чиновники определяют нормы строительства, которые могут либо облегчить, или, наоборот, усложнить работу. Материалы в основном все производят белорусские государственные компании, которые тоже могут повлиять на цены и себестоимость материала. Когда мы понимаем, кто главный в отрасли, сразу начинаем понимать, кто ответственный за падения данной отрасли. Буквально на днях во время посещения строительной площадки Минского городского технопарка Лукашенко потребовал от присутствующих чиновников разобраться со столичными долгостроями. Так может начать нужно с себя? Именно правительство, как главный регулирующий орган, должны создавать условия для развития строительства. А мы видим, что по факту застройщиков, которых действительно надо наказывать, например, когда на холдинг, поощряют и выдают им новые земли, закрывая глаза на все их нарушения, продолжая поиски виновных среди чиновников, не обладающих полномочиями хоть что-то изменить в этой ситуации. На сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а мы будем продолжать работу для вас. До свидания.